Сотрудничество между Россией и Китаем продолжит активно развиваться, рассказал Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с секретарем пекинского горкома партии Китая Ин Ли. Визит в КНР проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. И как рассказал на встрече мэр, Москвы, оба города успешно решают схожие проблемы в области развития транспорта, здравоохранения, образования и городского планирования. Так в медицине ведется обмен опытом между специалистами московских больниц и китайских клиник, расширяется программа углубленного изучения китайского языка в московских школах. А в прошлом году объем взаимной торговли России и КНР вырос почти на четверть. При этом на Москву пришлось больше 40% от общего товара оборота. Такое плотное сотрудничество не случайно. С 95-го года Пекин и Москва – города побратимы. В течение 30 лет стороны оказали друг другу теплую поддержку в таких важных для обеих стран делах, как заявления на проведение Олимпийских игр, борьбе с пандемией и развернули взаимовыгодное сотрудничество в социально-экономической области. В области городского управления достигли эффективных результатов. Пекин готов углублять сотрудничество с Москвой в целях всеобъемлющего партнерства. Мы с мэрией Пекина разработали новую программу сотрудничества между нашими городами. Эта программа охватывает практически все сферы жизнедеятельности наших городов. Это вопросы, связанные с экологией, городским планированием, транспортом, развитие образования, развитие здравоохранения и целый ряд других важнейших вопросов. Я уверен, господин Ли, что при вашей поддержке эта программа даст серьезный толчок в развитии отношений наших городов. Также с прошлого года обе столицы развивают международную аналитическую платформу по развитию городского транспорта. Хорошими темпами восстанавливается турпоток из КНР. В прошлом году в российской столице побывали 244 тысячи китайских туристов. Это в пять раз больше, чем в 22-м после окончания пандемии коронавируса.